От черной дыры в космическом пространстве плавными мазками он переходит в кричащий синий, затем снова в черный и пронзительно золотой. Одни видят в четких округлых формах всевидящее око, другие – золотое яблоко с червивой серединой. Каждый находит что-то свое. Но не сам мастер. Философия Евгения Бримерберга проста. Картина – есть демонстрация этого факта. Как подтверждение этому – название полотна «Зияние тьмы на поврежденном холсте». Московский художник дает название каждой своей работе, ведь понять его творчество не так уж просто. Автор умело объединяет на одном холсте абстрактный экспрессионизм, кубизм и сюрреализм и переносит посетителей выставки в мир авангардизма. Очень здорово получить такой позитив красок, для раздумий много. Ну и если вот как художника, у меня не хватает этой смелости, к сожалению. Такой смелости у меня не хватает. А может быть даже и нужно поучиться. В Туле очень не хватает этого солнца, этой яркости, этого цвета. Я уверен, что зритель, который придет на эту выставку, зарядится положительными эмоциями. Мои впечатления очень позитивные по этой выставке. Во-первых, очень яркие картины. Во-вторых, они для меня очень сильно значимы. Они создают как бы настроение дополнительное в эти осенние дни. Картины знаменитого художника Евгения Бримерберга в Тулу привез коллекционер. Всего около 40 полотен. Сама выставка получила название «Теометрия». Это термин автора, который означает «измерение божественного». И в его вселенной живут все цвета радуги, геометрические фигуры и смелые конфигурации. Столичный художник не боится экспериментировать. Вдохновение черпает у великих мастеров – Кандинского, Родченко, Малевича, Пикассо и Дали. Но работы не просто отражают влияние этих мастеров. Они восхищают своей оригинальностью. Творчество этого художника, вот я замечаю, очень много такого позитивного, яркого, солнечного, нарядного, декоративного. В плане декоративности не просто раскрасить, допустим, полотно, а внести в каждую работу какой-то смысл. Этот художник все-таки опирается на традиции, может быть, Родченко, может быть, Малевича, скорее, Кандинского по своей фактуре, структуре и по своему такому накалу декоративному. Работы Евгения Бримерберга покорили выставочные залы Великобритании, Швеции, Германии и США и исколесили всю Россию. При этом показывать свои работы широкой публике художник начал только после 40 лет. Сейчас ему 73. Лучшие полотна автора туляки смогут увидеть в выставочном зале на Красноармейском проспекте до 22 октября. Юлия Клейменова, Верил Флоре, Первый Тульский.